Ну да, смотри, плюс еще есть негативный фактор результатов парламентских выборов, на которых проэрдегановское большинство набрало лучшие результаты, получается. Да, 320 мандатов из 600, то есть у них большинство это 301, 322 это такое комфортное большинство. Ну то есть нормально, потому что говорили, что если бы у него было большинство там 301, 302, ну это же потенциальная уязвимость там в плане перебежчиков, там из партии в партию, ну короче, в Турции тоже такое бывает, не только у нас, поэтому тут, а так у него получается достаточно нормальная парламентская коалиция собирается и по этой причине, это была, наверное, главная неожиданность этих выборов, я так считаю. Потому что опросы же давали либо, ну опросы давали либо большинство неуверенное, либо вообще, что оппозиция победит, ну типа возьмет больше и больше парламент. Но получилось, оппозиция очень плохо выступила на парламенте, то есть прям и неожиданностью выборов стал результат партии националистического движения, это союзники эрдоганов парламентской коалиции. Им давали 5%, они набрали больше 11%, то есть это вообще просто что-то было невероятное, то есть все соцопросы ошиблись в их отношении, причем не первый раз, как это уже происходит почему-то в Турции. А партия Кылыч-Дароглу, она прям, ну плохо, то есть плохо. Вот у него даже я смотрел, что по сути, по большому счету он, он себе обеспечил неплохой результат. Единственное, что вот, где действительно можно сказать, что они прям поработали и вот, ну очень хорошо, это курдские территории. Курды реально отдали голоса за Кылыч-Дароглу в основном. Из 10 самых высоких результатов в округах у него, 7 это курдские территории на юго-востоке. Ну то есть, можете представить, они ему обеспечили, по сути, вот эту вот, в каком-то смысле обеспечили победу. А вот на самом деле в остальных городах и в остальных провинциях, ну вот по парламенту они так себе сыграли. Вот, поэтому вот парламентский, получается, что за Эрдоганом по-любому остается парламент. И у нас ситуация, когда, ну, оппозиция, ну то есть уже все, вот уже решено, что оппозиция контролировать полностью систему не будет. Даже если Кылыч-Дароглу победит во втором туре. Ну и, соответственно, для вообще оппозиции мотивация как бы пропадает немножко мобилизироваться на второй тур. Да. Поскольку, в общем-то, как бы там ни случилось, да, это может быть там важный символический бой, но он в любом случае обречен на клинч внутри парламентского большинства. Да, и здесь вообще, ну я не знаю, что будет, потому что здесь же может быть два варианта. Первое, либо часть электората разочаруются и входят в апатию, и не придут просто на участки, и такие, ну все равно все победили, какой смысл? Либо, наоборот, они все придут, ну, чтобы, ну вот хотя бы уже президента, ну вот чтобы Эрдогана вот не допустил, вот раз он уже, типа, победил на парламенте, но мы не дадим ему стать президентами. Они просто все придут принципиально проголосовать против Эрдогана вот за Кылыч-Дароглу. Вот я не знаю, что из этого реализуется. Ну и, скорее всего, именно по вот этим линиям оппозиция будет работать, то есть в ближайшие две недели. Продолжение следует...